братья и сестры скажем за все слава нашему господу вы знаете на сегодняшний день бог очень заботится о нас и любит нас пока здесь пели псалом я вспомнил такой случай вы знаете это был там недалеко от меня там где я родился был поселок у нас такой сам городок по-моему и там одна сестра с дочкой время было тяжелое это были еще по-моему 30-е годы и одна сестра с дочкой своей вы знаете от голода можно сказать уже умирали я хочу сказать насколько сегодня бог заботится о нас и не только здесь везде где кто не находился христианин бог заботится о нем и когда не взмолились а к господу иисусу христу говорит что же было безвыходное положение и когда горит вышли вот бог положил на сердце им выходить сад и идти тропинкой и они когда вышла она с дочкой сад пошла тропинкой там ведь был старый пенек говорит смотрит на старом пеньке лежит лепешка помазана смальцем молодежь не знает что такое смальцы я объясню смальцы это жир внутренний жир в свиньи поросят и внутренний жир это его в старости в наши времена топили его люди вложили в такие в банки кто в кастрюле и этим люди жили жарили на нем и люди кушали это было очень дорогое в то время и вот когда она увидела друзья это представьте себе как она благодарила бога друзья и сегодня наш господь так и заботится о нас слава богу ему за это и вы знаете я сегодня хочу свою начать читать слово божие это я буду читать из числа было время такое в народе израильском когда бог их вывел с земли египетской вы знаете был них такой момент когда они не решили телесно не решили но они в сердце своем допускали вы знаете такую обиду да вы допускали такое негодование и мы знаем последствия друзья было такое и помог бы сегодня нам господь взирать на него не допускать не обид ничего друзья я хочу прочитать этом я буду читать двадцать первая глава числа я прочитаю это с четвертого четвертого стиха по девятый от горы отправились они путем черного моря то есть когда народ израильский отправился вдоль черного моря чтобы миновать землю едома вы помните да когда-то бог сказал моисею что от дедома я тебе дам ничего не дам ты ничего не получишь от этой земли и стал молодушествовать народ на пути слышите друзья не написано что они там грешили делали большие грехи там но говорит стал молодушествовать народ на пути и говорил народ против бога и против моисея зачем вывели вы нас из египта чтобы умереть нам пустыне ибо здесь нет ни хлеба ни воды и душе нашей противно это негодная пища вы представляете себе друзья что они сказали и послал господь на народ ядовитых змей которые жалили народ и умрело множество народа из сынов израилевых и пришел народ к моисею и сказал согрешили мы что говорили против господа и против тебя помолись господу чтобы он удалил от нас змей и помолись и помолился моисей о народе и сказал господь моисею сделай себе змея и выставь его на знамя и всякий уже и всякий уж ужаленный взглянув на него останется жив и сделай моисей медного змея и выставил его на знамя и когда змей ужалил человека он взглянул на медного змея оставался жив видите друзья не грешил народ большими грехами не было них ни блуда не было них не дало поклонства но было негодование что сегодня в нас иногда наблюдается и так же я за себя говорю было негодование и они против пошли бога надоело им это манна уже друзья представьте себе тот который бог дал и горит это было каждому по вкусу это лепешка была как с медом можете себе и они говорят надоело на нам там было лучше там был чеснок огурцы были там был лук друзья представьте себе и возгневался господи посылает змеи и что интересно когда моисей измолился то бог не удалил этих змей хотя бог мог бы их удалить вы знаете но бог говорит моисею сделай змея и поставь его на знамя мы знаем что такое знамя и где она стоит поставь и когда ужалит укусит змей пусть посмотрит на знамя и останется жив представьте себе друзья надо было таким путем им пройти чтобы научиться поставить на знамя и они будут смотреть и будут оставаться живые но прежде чем поставить они пришли пока я лисея и просили моисея чтобы помолись о нас господу чтобы бог удалил друзья но видите бог не удалил а бог оставил на к и наказывал их этими змеями но они впоследствии оставались живыми друзья потому что они смотрели на этот на змея смотрели и оставались живыми и вы знаете что интересно вот этот змей вот это оставался на 6 он до очень долго просто я пробыл народе Вы знаете, что если кто помнит, какой царь истребил этого змея, вы знаете, я скажу, что даже Давид его не посмеялся истребить, Соломон насколько был мудрый, не посмеялся его истребить, я иногда читаю это местописание и задумываюсь, что Давид написано был по сердцу Господа, что Бог его очень любил, но почему-то Давид, вы знаете, почему-то боялся у него истреблять этого змея, я не знаю почему, не написано нигде, но почему-то он его оставил, и вы знаете, что интересно, когда пришел молодой царь, пришел, по-моему, 24 лет воцарился Езекия, вы знаете все, да, это был от Давида, я не говорю сегодня за Саула, но я говорю от Давида, по-моему, он был 13-м от Давида, это Давид и Соломон, и дальше пошли, он был 13-м царем от Давида, и вот этот юноша, когда пришел, друзья, к власти, когда он на это все посмотрел, когда посмотрел он на эти дубравы, когда он посмотрел на этого змея, когда он посмотрел, что народ Божий делает себе вот эти священные рощи, И он, вы знаете, друзья, он дерзнул, дерзнул, и он не побоялся никого. Вы знаете, никого не побоялся. Но он дерзнул, и он истребляет это все. Я хочу прочитать это местописание. Это написано, 4-е царство, это я буду читать 3 стиха, 18-я глава, 3 стиха. И делал он угодный в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец Его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы годили ему и называли его Нехуштаном. На Господа Бога Израилева уповал он. И такого, как он, не было между всеми царями иудейскими после него и прежде него. Представали ли эти друзья? Слово Божие говорит, что и не было и до него, и прежде него не было такого царя, который так служил Господу. Вы знаете, он убрал вот этого змея, он не посчитался ничем, но когда он посмотрел, что народ израильский грешит и ходит, поклоняется до сих пор этому змею, хотя этот змей уже не имел никакой силы, он не имел ничего, но они ему поклонялись и думали, что еще там есть Бог, друзья. Когда он на это все посмотрел, он срубил, дубравы срубил, священные рощи срубил, вы знаете, все срубил, истребил все. И стал служить Господу. И мы знаем, какое он получал благословение от Господа этот царь, друзья. Но я хочу сегодня поговорить, вы знаете, я хочу чуть-чуть поговорить сегодня о рощах, о священных рощах, что такое священные рощи. Вы знаете, когда я начал смотреть словари, и что интересно, у меня есть несколько словарей, у меня есть наши словари, есть словари православных, есть словар православных священников. И что интересно, я когда начал смотреть дубраву, она дает сноску на священные рощи, это в православном словаре. Когда я начал смотреть священные рощи, ничего они не говорят, не объясняют в этом словаре. Вы понимаете? Почему? Потому что они знают, если они начнут объяснять православные священники, они пойдут против себя самих, понимаете? Потому что они поклоняются изделиям рук человеческих. Мы это все знаем, друзья, это не секрет. И нету. Когда я начал читать Иосиф Флавия, думаю, может быть, что он говорит об этих священных рощах. Он много что пишет и интересно читать. Но когда я начал читать за царя языки Иосиф Флавия, вы знаете, он вообще не упоминает о священных рощах. Я себе задался вопрос, думаю, интересно, почему он об них не упоминает? Да потому, друзья, что мы знаем все по истории, может, кто не знает, что Иосиф Флавий перешел на сторону римлян. Он предал свой народ и перешел на сторону римлян. И он не мог писать против их закона, потому что римляне поклонялись о этих рощах. Он не мог, друзья, писать, потому что он знал, что последствует за этим ему наказание. И он тоже ничего не пишет. Но знаете, я все-таки, когда начал исследовать за них, эти рощи священные очень много и по сей день, друзья, есть они. По сей день есть. В некоторых странах. Последние рощи, это были такие большие рощи, это были на территории Чехословакии, которая сейчас называется Чехословакия. Там были народность, называлась Боя, народность такая, такая народность была. И они последние рощи истребили, друзья, ну как, не то, что они поклонялись им, но в этой Чехословакии в начале 12 века вот эти рощи истребились. Да, они поклонялись. Но рощи остались, друзья, к нашему сожалению, рощи остались в России по сей день. В Утмурде есть две больших рощи, очень больших рощи, где поклоняются им. И есть рощи Малой Эл, есть такая страна, автономия в России, и там остались эти рощи. И я когда, друзья, я начал читать за них, то вы знаете, как сегодня говорят, что туда одно дерево входит или то, или то, но, друзья, в эти рощи входит очень много деревьев. И вы знаете, я зачитаю их, я себе выписал их, думаю, вы не подумайте, что я сегодня скажу, что что-то с этих деревьев не есть нельзя. Но, друзья, дело в том, что они тогда священные, когда человек поклоняется им и служит им, друзья, вот тогда они священные. И я зачитаю, знаете, эти названия этих деревьев, которые на сегодняшний день и тогда, от которых деревья входили в священные рощи. Вы знаете, это первое дерево было дуб, ясень, орешник, бук, береза, яблоня. Слышите, даже яблоням входило это дерево. Вязь. Вязь – это такое большое лиственное зеленое дерево. Тис. Тис – это дерево, вы знаете, но не дерево, оно как кустарник зеленый, вечно зеленый кустарник. Это они так описывают его, друзья. Сосну, клен и липу. Слышите? Вот эти деревья входили и входят сейчас в священные рощи, друзья. На сегодняшний день, когда они говорят, вот что такое священная роща, то, говорит, выбирают участок в лесу, далеко от поселка, могут, говорит, за поселком выбрать. Обгораживают его плетнем, вы знаете, это режут ветки такие, обгораживают его, и там, говорит, не имеют права ни грибов собирать, ни ягод, ни скот не может там пастись. Там, говорит, избирают дерево, которое стоит по центру, и они ему поклоняются, друзья. Вот это священные рощи. Что такое священные рощи? И вот это, когда посмотрел Дейзейки, а что такое священные рощи, он убрал их, друзья. Он срубил их, он полностью уничтожил их, потому что он понял, что это грех. Эти рощи заводят народ, Божий грех, и народ потом страдает. И слава Богу, что Бог ему дал мудрость, и он убрал это все, друзья. Хвала ему. Бог такой сегодня наш. Вы знаете, и вот еще говорит, что на высотах. Вы знаете, что такое высоты? Высоты, то мы знаем, холмики. И говорит, где не было высот, то народ сам насыпал горки, и ставили там своих истуканов, и поклонялись этим Богу, друзья. Представьте себе, что они делали. Зачем это делать, когда уже было тогда храм был, когда уже был закон Моисеев для них, но им это мало было. Они решили грешить. Но слава Богу, что Бог такой наш любящий, и любит, друзья, нас, и любит народ свой. И даже если мы по малодушству согрешаем, бывает, Бог прощает и милует, когда мы каёмся. Слава Богу, друзья, за это. И вы знаете, я хочу вам сказать, что действительно Бог любит нас. Вы знаете, я хочу сейчас чуть-чуть напомнить, что в нашей семье прошлый год был очень тяжёлый для нас. Вы знаете, я скажу, что и для детей, и для родственников наших, вы знаете, все вы молились, и я хочу ещё раз поблагодарить вас, и церковь всю, и всех отдельно, по отдельности, чтобы Бог явил милость. И я сегодня хочу сказать вам и благодарить Бога за это, что у меня жена вот ходила на этот, на рентген ходила. Проверяли её, всё, друзья, Кацкен называется. И слава Богу, ничего не показало, врачи сказали, всё чисто, друзья. Вот такой сегодня наш Господь, слава Богу. Вы знаете, и я благодарю Бога, друзья, что ей не надо было ни химию принимать, ничего. Почему? Потому что мы, друзья, вместе с вами уповали на Господа и смотрели на Голгофу. Никуда, а на Голгофу. Откуда приходит помощь наша, друзья? Слава Богу ему за это. И я благодарю, друзья, всех, и в первую очередь Господа благодарю, что Господь милостивый наш. И Господь иногда, вы знаете, трясёт нас. Иногда Бог испытывает нас и смотрит, как мы будем вести себя, друзья. Не всегда я за себя говорю, не всегда ведёшь себя, знаете, как вы это самое. Но бывает, что допускаешь мысли. Но Бог, слава Богу, Бог любит нас. И вы знаете, я ещё хочу читать место Писания. Это в Новом Завете я буду читать. Это я прочитаю Римлянам с пятой главы. Римлянам с пятой главы я буду читать. Это шестой, восьмой, девятый, десятый стих. Ибо Христос, когда ещё мы были немощны, определённое время умер за нечестивых. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасёмся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасёмся жизнью Его. Слышите, друзья, что говорит нам Слово Божие? Что Христос примирил нас смертью Своею. И сегодня, друзья, не надо нам смотреть, я вам скажу, что на проповедника, что он, может, там ничего-то сказал, или, может, что сказал, или, может, как он помолится. Друзья, сегодня не надо нам смотреть ни на кого, но надо смотреть на Голгофу. И вы знаете, когда мы будем смотреть на Голгофу и молиться, друзья, то Бог услышит. Не надо нам поворачиваться, как тогда-то поворачиваться, ни на этого медного змея. А нам сегодня, друзья, надо устремлять глаза свои, разум свой на небо. Туда, на Голгофу, там, где Христос пролил кровь свою за нас, друзья. И Бог по милости Своей явит нам каждому здесь сидящему, и не только сидящему, кто где находится, Бог явит милость, друзья. Но не на человека надо нам надеяться. Вы знаете, Еремия пишет, что проклят человек, надеясь на человека, и плоть делает своей опорой. Нам, друзья, надо надеяться только на Христа. Спасение только через Христа. Исцеление только через Христа. Освящение только через Христа, друзья, все через Христа. И кровью омывает от всякого греха. Мы знаем, есть один грех, который не прощается, мы знаем. Но остальные от всякого греха, друзья. И когда мы будем молиться сегодня в третьей молитве, давайте мы будем обращаться не на человека насмотреть не на того, кто стоит за кафедрой а будем смотреть на Голгофу, друзья на Голгофу мы снях своих, друзья будем смотреть и будем надеяться и верить, что Господь услышит молитву и слышит нашу молитву и явит каждому милость каждому милость по вере его, друзья а сегодня Господь нам дал такую веру, мы видим, мы живем прекрасно ни в чем не нуждаемся, это все забота Божия о нас, друзья, и помог бы нам Господь ценить этим и служить Ему и благодарить за все слава Ему Аминь